Это безумно интересно, когда ей посвящаешь себя, то живёшь этим. Он стоял спиной к зрительному залу, но его палочка дирижёра говорила с публикой языком музыки, передавая его чувства. В течение 44 лет, 3700 раз Виталий Брук поднимался за пульт. Он вкладывал в Оренбургский театр музыкальной комедии душу. Вот это сочетание высокого профессионализма, требовательности и человечности – это самое главное качество, за которое я люблю нашего главного дирижёра. 19-летним пареньком пришёл Виталий Николаевич в театр. В выпускник Оренбургского музыкального училища он сразу занял в оркестре почётное и ответственное место – первой скрипке. Спустя два года получил должность концертмейстера, а ещё через два ступил на путь дирижёра. Затем в течение шести лет работал в этом качестве в Карагандинском театре музыкальной комедии. Но вернулся в родной – Оренбургский. И до последнего дня был его бессменным худруком, о котором лучше всего расскажут те, с кем Виталий Николаевич создавал славу лёгкого жанра. Ведь у каждого в сердце сохранился свой Брук. Мы были в Алма-Ате, значит, и тогда я ещё в Виталии говорю, вот попомни моё слово, вот сейчас мы, вот. Ну, я буду, я не знаю, буду я не народным, но заслуженным я точно буду в Оренбурге. Вот так просто, ну, трепались. И говорю, ну, а ты будешь главным дирижёром. И, может быть, даже худруком музыкального театра. Вот так пошутили, как бы. Так оно и получилось. Это мой первый дирижёр. Ну, кроме как эпитетов, замечательный, очень добрый, талантливый. А в талантливом человеке, как говорят, очень много умещается. И любовь к жизни, и жёсткая дисциплина, и юмор, и строгость. И главное его качество, наверное, что он, как никто, но я, наверное, осмелюсь сказать, в области, не знал законы жанра. Он был замечательным человеком, с юмором. Даже когда с ним столкнёшься в коридоре, дверь откроешь, он сам по ней стукнет рукой, за лоб держится. Юморной был безумный человек, замечательный музыкант, замечательный дирижёр. Начинали мы с моей прекрасной леди, музыкалова. Я играла Лизу Дурлитову. А потом была очень интересная работа «Агент 00», когда я играла мадамой. И он за пультом стоял, ловил мне вот такой взгляд, руки. И полная уверенность. И дай Бог, царство ему небесное. Милейший, добрейший человек. По-настоящему художественный руководитель театра. Человек с хорошим чувством юмора. Самое главное, что необходимо для работы в театре музыкальной комитии. Человек жизнерадостный. Человек добрый. Человек, который не шёл максимально на пролом, да, всё-таки находил какие-то выходы. Вот поэтому на посту художественного руководителя всё-таки он был таким неким сдерживающим буфером между нашим начальством и нами, простыми актёрами, музыкантами. Вот хороший человек. Одним словом, хороший человек. Мне запомнилась его открытость, его светлость, его улыбка красивая такая. И он говорит, Юрий Александрович, ну, вот, пожалуйста, нужно сделать то, нужно как-то помочь, решить вопрос то. Это было так сказано спокойно. Ну, вы понимаете, я же сдерживаю ситуацию. Люди ко мне приходят, я вот не сразу побежал или пришёл. А вот выжил в какой-то момент, когда действительно это вот необходимо. Мы поехали в Ворск на моей машине. И когда мы приехали в Ворск, он так посмотрел на него, хорошо ездишь, почти как я. Быстро и нахально. Это он про себя говорил. Брук безумно любил работу, музыку и быструю езду. Страсть к скорости сыграла с ним злую шутку. В 2008-м, в канун Старого Нового года, когда коллектив собирался на традиционное мероприятие, Виталий Николаевич ушёл пораньше. Он собирался ехать к сыну в Тольятти. И когда случилась беда, театр её словно почувствовал. В самый разгар праздника в зале вдруг погас свет в тот самый час, когда на трассе Оренбург-Самара произошла роковая авария. Спустя полгода Виталий Николаевич вернулся к работе. Но перенесённые стрессы и полученные травмы подкосили его здоровье. Он руководил оркестром ещё около двух сезонов, но был вынужден уйти на покой. И больше не вернулся. Прошёл год. Труппы театра посвятила главному дирижёру концерт. Все средства с мероприятия пойдут на памятник Виталию Бруку. Деньги были переданы вдове, Нине Александровне, женщине, на глазах которой начинающий музыкант превратился в маэстро. Я вспоминаю его только как доброго, друга. Таких людей мало. Его отличало то, что он очень любил свою работу. И вот иногда, когда он работал один дирижёром, утром, репетицией, вечером спектаклей, и так вот целую неделю, его это не утомляло. И вот такой темп ему нравился. Любимым произведением дирижёра Брука была Сильва. Однако Виталий Николаевич боялся этого спектакля. В 1964 году, во время премьеры опереты, умер его отец. Следующая постановка связана со смертью брата. 2 апреля 2011 года в репертуаре театра музыкальной комедии вновь появилась Сильва. А 18 апреля маэстро не стало.